Всем привет! На канале Физика от Увидинского есть видео про сжатие звука МП-3. И как он работает? Узнают из каких частот состоит звук, находит тихие и отбрасывает их. И человеческому уху при прослушивании такой музыки будет очень сложно найти, что здесь не так. Однако иногда нам всё-таки нужен звук без единой потери. И такой формат уже давно есть, это WAV, но он занимает очень много места. Можно ли уменьшить размер файла и оставить его точно таким же, как оригинал? На первый взгляд кажется, что нет, но формат FLAG умудряется откинуть 50% размера файла, а при этом звучит он точно так же, как оригинал. Наверное, это какая-то магия, но мы во всём разберёмся. Давайте разберёмся, что представляет из себя сырой звуковой файл. Здесь всё просто. Звук как бы состоит из пикселей, но один такой пиксель звука длится очень мало. В среднем в секунду умещается 44 тысячи таких пикселей. Поэтому мы не слышим никаких квадратов в звуке, и он звучит абсолютно плавно. Так вот, на каждый такой пиксель звука в высоком качестве тратится 16 бит, или 2 байта. Это число обозначает, насколько диафрагма вашего динамика должна сдвинуться в этот момент времени. И несложно посчитать, что 1 секунда такого звука будет весить 80 килобайт, или 704 килобита, что очень громоздко. А теперь рассмотрим магию, которая происходит во флаг. Разработчики алгоритма очень подробно изучали формы звуковых волн, прямо как ту, что вы видите на экране. И обнаружили, что обычно разницы между двумя отрезками звука очень мала. Поэтому эффективнее хранить в файле именно эту разницу. Если в вав-файле на каждый отрезок звука фиксировано тратится 16 бит, даже если число маленькое, то во флаг длина может меняться. Это возможно благодаря использованию кода Галомба. Он специально рассчитан на то, чтобы небольшие величины записывать меньшим количеством бит. Подробно об этой вкусняшке я пока не буду рассказывать. Но что вообще происходит? Представьте, у нас есть 16-битное число. Там 15 нулей и в конце единичка. Их хранить столько нуликов это какой-то бред. А вот в коде Галомба это выглядит намного компактнее. Кстати, вы знали, что в формате флаг живет маленький предсказатель? Ну, не как ванга, но тем не менее. Когда мы запускаем звук флаг, программа все время пытается предсказать, какой будет следующий отрезок звука. Как это делается? Ну, представьте, есть ряд из чисел. Сначала идет единичка, потом двойка. Ну и какое же будет следующее число? Логично, что это будет тройка. И флаг делает то же самое. Он проводит линию между последним отрезком звука и предпоследним. Естественно, что мы не можем так идеально предсказать звук, и именно погрешность в результате мы и записываем. А так как ошибка обычно получается довольно небольшой, и мы записываем ее в виде кода Галомба, то нам очень сильно удается сажать файл. Только вот есть один момент. Когда мы слушаем стерео музыку, нам нужно записывать два канала, левый и правый. Но обычно они почти одинаковые. Может, и на этом тоже можно как-то сэкономить? Вместо того, чтобы хранить левый и правый канал отдельно, мы переводим их в немного другие величины. А именно, сумма этих каналов и разница. В итоге мы все равно храним две звуковые волны, но они немножко другие. Если в сумме каналов есть какой-то полезный сигнал, то вот в их разнице... Впрочем, сейчас вы сами все поймете. Если сумма каналов звучит примерно так, то вот их разница очень интересна. Послушайте. Как видите, в разнице двух каналов получаются довольно маленькие величины. И на этом можно сэкономить. Что ж, я надеюсь, что вы что-то поняли из этого видео. И теперь знаете, что убрать 50% из файла, оставив его таким же, это не такая уж большая магия. Ну а пока, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова